11.06.11.06. В Кирове начинается программа «Дневной разворот». Здесь студия «Налуршина». Есть Светлана Зайкова. Всем здравствуйте. Две темы у нас сегодня. Два часа мы работаем. Не оставляем, естественно, без присмотра вопросы по мусорной реформе. Стал известен тариф на пороге мусорной реформы. Так мы обозначили. Уточним во втором части. С кубометра, да. Но к нам во втором части придет Максим Михайлов, руководитель региональной службы по тарифам. Я напомню, что именно эта организация накануне и рассказала об утвержденном тарифе. Вот все вопросы, пожалуйста, к Максиму Михайлову, которые у вас есть. Я надеюсь, что будет и у слушателей возможность задать вопросы в прямом эфире. Ну, посмотрим, каким способом мы будем это делать. А сейчас у нас тема другая. Но она, кстати говоря, связана некоторым образом с мусорной реформой, потому что мы будем говорить о гражданской активности. Ответственности. И ответственности тоже, да. Ответственности. Об ответственности, которую мы на себя берем. Итак, шестой Всероссийский гражданский форум завершил свою работу. Он проходил 8 и 9 декабря в Москве. Собрал более 2000 участников. Это еще 80 участников из 75 регионов России. Это самый многочисленный за 6 лет существования форума собственное мероприятие. Надо сказать, что основным, наверное, инициатором и организатором всего этого является господин Кудрин. Ну, если на личности, то, наверное, да. Да, Михаил Шевелев заговорил. Наш первый гость в сегодняшнем эфире. Михаил Шевелев, руководитель Кировского офиса консультантов инициативного бюджетирования. Постоянный участник общероссийского гражданского форума. Надо сказать, что Михаил является выпускником, да, выпускником школы, университета КГИ. Как и Светлана Занько. Как и Светлана Занько. И тут у нас еще будет прибавление в семействе, что называется. Потому что сейчас на зимнюю школу комитета гражданских инициатив, который, если мы не на личности переходим, а говорим об организациях, является одним из организаторов общероссийского гражданского форума. Туда отправили Анатолия Курбатова и Виталия Брама. И Александра Лупова, нашего коллегу. Да, вашего коллега по проекту поддержки местных инициатив. Толя Курбатова и Виталия Брама все знают прекрасно. Общественные активисты, наши постоянные спикеры. Мы их тоже будем выводить по телефону. Они будут нам рассказывать как раз о зимней школе университета гражданских инициатив, комитета гражданских инициатив. А с Михаилом мы, естественно, хотим снять информацию о том, как прошел общероссийский гражданский форум и основные выводы. Но вот надо сказать, что, конечно, очень интересен результат голосования участников форума, по результатам которого было принято заявление, по результатам голосования. Здесь содержится предложение сменить оптику, изменить критерии оценки принимаемых решений в государстве. Жизнь людей, цитирую я, определяется не только масштабом выделенных и освоенных средств. Важнейшими критериями для власти и общества должны стать социальный капитал, качество жизни и уровень счастья в России. Вот, да, я хотела, меня прямо привлекла эта фраза. Сквозной темой форума 2018 станет уровень счастья в Российской Федерации и инструменты увеличения вклада государства, бизнеса, некоммерческих организаций и неравнодушных граждан в его рост. Да, совершенно верно. Итак, давайте пройдемся по форуму, что бы это значило. Потому что, когда мы читаем про уровень счастья, кажется, боже, да какое счастье, столько проблем, господи, мусор, грязь, пенсионная реформа, устали, перед Новым годом непонятно, что будет, санкции, войны, что еще, я не знаю. Какие войны, Светлана, о чем ты? В Кировской области до сих пор не решили с метров платить или с человеком. Войны мусорные. Мусорные войны контейнерных площадок. А здесь, значит, про уровень счастья говорят. Самое интересное, я вот попыталась открыть опрос Левода-центр, который также лег в основу принятия решений, но пока еще его не открыла, потому что ссылка, которую я нашла, она пока не работает. Может быть, ты ее не нашла. Не нашла? Но я знаю, что когда измеряют уровень счастья в Российской Федерации, то он достаточно высок всегда. Потому что постулат, лишь бы не было войны, а ее внутри Российской Федерации нет, он действует, ее как бы нет. Когда вы перечисляли о том, что, боже мой, вот еще тут это есть, а мы про счастье, вы практически, ну так скажем, атмосферу форму передали слушателю. Так, а там, например, то же самое говорилось, да? Ну, на самом деле, представьте, разговаривают о счастье достаточно неизвестные, интересные люди. А они счастливые, эти люди, которые о счастье разговаривают? Они старались шутить, они старались, скажем так, придумывать определенные интересные истории, но на самом деле голос был достаточно печальный. И мы в кулуарах, когда разговаривали, в том числе с Александром Юрьевичем Сагамоновым, он так мне... А надо представить Александра Юрьевича, они все его знают, как мы с тобой знаем его. Ну, философ, мыслитель, собственно говоря, человек, который по теме современной жизни, современных городов, по теме уклада современных городов, на мой взгляд, является, наверное, ярчайшим представителем, причем очень основательно объясняющим, почему мы живем так, а не иначе. И, в принципе, он рисует картинки образов будущего, которая, ну, мне на самом деле приятна. И мы когда с ним заговорили об этом, да, то есть сначала пошутили и поиронизировали, то есть я сказал о том, что на пятом десятке про счастье мне вообще сложно размышлять. Странное такое-то утверждение, Михаил. Между прочим, я тут внезапно вспомнила, что ведь в Черногории несколько лет назад задумали проект, как раз возраст счастья он называется. Это люди после 50 лет собираются там, по-моему, в конце лет, или в начале осени. Тогда подождайте, что нам совершенно нести ваше счастье. Нам чуть, а нам с тобой немного осталось. Мне тоже. Как-то вы меня выключаете из вашего круга. Но на самом деле мы заговорили о том, что важнее, наверное, уровень осознанности жизни, важнее уровень того пути, который ты проживаешь в жизни. И на этом пути очень важен, ну, вот этот альтруизм, когда ты не только для себя делаешь хорошо, это опять мне, это снова мне, это всегда мне, вот, но ты и с другими делишься тем, что ты знаешь, тем, что ты умеешь. Ты просто-напросто заботишься и в какой-то момент, ну, имеешь возможность как-то помочь тогда, когда тебя не ждут. Мне интересен был один пример, там тоже в Кулуаров рассказывали о том, что человек вдруг осознал себя счастливым, когда он сделал простую вещь. Он приехал на стоянку, а там был, ну, типа мусоровоза, там большая машина какая-то, она там неаккуратно проезжала по стоянке и зацепила одну из машин, там, посарапала бампер, ну, и не остановилась дальше, собственно говоря, там, уехала и все. Он постоял, посмотрел, ну, он в больницу как раз приехал, там машины стояли, он постоял, посмотрел, ну, быстро машину доехал, остановил машину, сфотографировал, сфотографировал номер, сфотографировал водителя, ну, и, собственно говоря, потом приехал, оставил записку водителю о том, что, ну, вот, чем могу, я тебе помогу. Это казалось, там, главврач этой больницы, это казалось так, что человек просто, он не ожидал, что, ну, ему могут так помочь, потому что он вышел от начала, расстроился сильно, а потом, собственно, он увидел, что мир не без добрых людей. И эта история, вот, когда он позвонил ему, и когда он ему, там, ну, говорил простые слова, искренние признательности, он говорит, я в этот момент почувствовал, что, ну, себя счастливым, я день прожил не зря, я кому-то, собственно говоря, помог. И очень много говорилось как раз про то, что, ну, важно вот то осознанное состояние, как ты живешь, то, чем ты наполняешь свой каждый день. Кстати, возвращаясь к Левадо-центру, было очень интересно, практически по всем слайдам такой красной линии прошло такое сравнение. В среднем по России и у участников форума. Да, 77% участников форума счастливы, 74% россиян счастливы. То есть чуть-чуть по всем показателям люди, которые занимаются так или иначе общественной деятельностью, которые тратят свое время, ну, собственно, на добро, они чуть-чуть счастливее, чем в среднем, собственно говоря, по стране жителей нашей страны. Это никоим образом, ну, во-первых, на мой взгляд, выборка там достаточно репрезентативная была, потому что очень так много про нее говорили, вот. А с другой стороны, это, наверное, действительно так и есть. И я должен сказать, что там самое-то главное, то, что вышло, ну, собственно, на первой странице печати, там, центральных средств массовой информации, это слова Алексея Леонидовича Кудрина о том, что вот это измерение, это счастье. Никто ведь не говорит о том, что сейчас нужно там установить индексы, коэффициенты, хотя нужно стараться это делать. Но говорится о том, что нужно действительно в большей степени уходить в оценку не просто, ну, там, продолжительность жизни, как она считается, мы можем там отдельную передачу провести, как бы, да, вот, а не просто в, там, ну, показатель, там, средней зарплаты по стране, там, да, при том, что, там, на Ямале, там, она может, там, составлять, там, несколько сотен тысяч рублей, там, ну, понятно, что в Кировской области она... 27. ...сильно будет корректировать среднюю по стране. Ну, и в среднем, если 40, то вот она и 40, во всей стране 20, в нескольких регионах по 300, как бы, вот и все. И на самом деле он говорил просто про то, что нужно все больше уходить в эти социальные акценты, потому что нужно оценивать состояние человека, то есть то, как он ощущает, проживая на конкретной территории, насколько он доволен, насколько у него больше этого, дофамин, да, правильный, гормон счастья. Или эндорфин. 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 Дофамин. Тоже хороший гормон. Вот. Хороший гормон. То есть насколько ты постоянно чувствуешь и радуешься жизни. Вот про это, по большому счету, говорилось, и говорилось о том, что это на сегодняшний день важнейшим является смысловым, собственно говоря, показателем с точки зрения развития общества. Не просто деньги, не просто экономика, не просто математический расчет, тарифы там и так далее, а именно чувство некой защищенности, справедливости, чувство, может быть, радости от того, что ты сопереживаешь и имеешь возможность помогать ближним. Вот можно я все-таки обращусь к этому вопросу? Я понимаю так, что речь идет об опросе, который делался в сентябре этого года. У нас сейчас небольшая пауза, и после него у меня будет вопрос. Дофамин имеет важнейшее значение для формирования чувства любви, в том числе и материнской. Мы выяснили все про этот гормон. Обращаясь к опросу Левада-центра, все-таки проводился он в конце августа. Полторы тысячи шестьсот человек в 136 населенных пунктах, 52 субъектов России были опрошены. К вопросу о том, почему люди ощущают себя несчастливыми. Как пишет Левада, те, кто считают себя определенно несчастливыми, заявили, что причиной этому стала плохая работа или низкий заработок, 54%. Недовольство властью и положением дел в стране, 17%. Ну, дальше там уже личные такие факторы. Пошли здоровье близких, проблемы в семье и прочее, прочее, прочее. То есть, все-таки на первом месте больше половины тех, кто ощущает себя несчастливыми, ощущают себя несчастливыми из-за низкого заработка, видимо, неуверенности в завтрашнем дне, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И как жить с этим в регионах, где 20 средняя зарплата, да, в большинстве регионов России, не очень понятно. Ну, там вы посмотрели только один из слайдов. Я согласен, деньгами счастливым быть гораздо легче. И, может быть, увереннее, ты все равно более уверен в завтрашнем дне. Дело даже не в личной уверенности, дело даже в том, что если мы говорим о каких-то благих делах, которые тебе приносят ощущение счастья, то с деньгами быть благотворителем понятно, гораздо проще. Знаете, я тут хотел бы поговорить про одну вещь. К сожалению, у нас очень большое неровенство. Социальное. Экономическое неровенство. То есть есть там некая группа, может быть, там, или там класс, я не знаю, как правильно назвать там в обществе этот сегмент людей, которые получают очень много, которые зарабатывают много, которые, ну, скажем так, явно зарабатывают больше, чем потребляют. Это та группа, о которой говорил Чубайс, которой надо сказать большое спасибо за то, что они нашу страну вытянули из 90-х. Группа олигархов, он сказал. Он их означает, обозначает бизнесом. Есть ведь олигархи тоже, то есть есть там регионального масштаба, есть олигархи, есть... И мы видим, к сожалению, то, что сейчас вот это укропнение экономики, вот это вот некое все больше-больше там огосовертвление экономики, оно, по сути, выталкивает из экономики людей, которые, ну, сами себе на жизнь зарабатывают. Оно выталкивает все больше вот этот вот мелкий-средний класс и доставляет людей, ну, неопределенность в будущем, оно все равно, так или иначе, толкает поиску стабильности на будущее. И я бы хотел поговорить про то, что... Ну, 17% это немало, 17% недовольных положением дел в стране и властью. И на самом деле тут вопрос-то ведь в том, что вот этот уровень дофамина, как я читал в некоторых исследованиях, он, вот если ты разом много заработал денег, у тебя счастье вот это мгновенное, которое тебе привалило там, да, оно очень быстро растворяется. То есть впоследствии вот наступает определенная компенсация, и ты уже, ну, недоволен этим. Абсиентный синдром. И не чувствуешь радости от этого. Впоследствии ты начинаешь думать, как эти деньги сохранить. Вот нет денег, нет проблем. У меня такой проблемы не было, к счастью. Я не знаю, вам виднее. Но я хотел сказать, что когда ты постоянно, у тебя есть денег достаточно, как у меня друзья говорили там, пусть у тебя всегда будет на рубль денег больше, чем ты можешь потратить, ну, или хочешь потратить. То есть вот когда вот у тебя есть этот достаточек, вот когда мы войдем в парадигму достаточности, тогда вот этот уровень счастья, оно может быть достаточно постоянным, потому что ты постоянно можешь тебе что-то позволить с точки зрения экономики. Ну, надо сказать, что общегражданский форум, он тоже провел исследованием. Наибольший он исследовал, кому, чему, каким структурам доверяют люди. Это были исследования внутрироссийские или вот внутриучастников форума? Да, внутрироссийские. Наибольшей степени опрошенные доверяют российским некоммерческим организациям, а также малому и среднему бизнесу. Низкое доверие выражает Государственной Думе, Правительству, отдельным министерствам, судам и полицией. Ой, это пенсионная реформа, мне кажется, сыграла свою роль. Давайте мы... Не так много у нас времени есть сейчас в эфире. Давайте мы всё-таки... Мы хорошо про счастье, мне кажется, сказали. Нам только, наверное... Мне поразило просто исследование по дофамину. Ты всё ещё там? Я всё ещё бы исследовали по дофамину, потому что исследование проводили на серых полёвках, для которых характерны многогамные... Моногамные, сори. Моногамные семьи. Это мыши. Да, да. Моногамные семьи. Было показано, что дофамин лежит в основе чувства как раз привязанности к партнёру и супружеской верности у этих грызунов. По-видимому, сходную роль дофамина играет у человека. Семейные ценности. Ладно, всё. Всё, давайте вот как. На самом деле, действительно, форум обозначил свою тему как счастье личное, гражданское и общечеловеческое. И действительно, все данные показывают, что люди, которые занимаются общественной жизнью, более счастливы, чем те, которые не занимаются. И надо сказать, что, в общем, все программы, которые сейчас направлены на благоустройство города, на ремонт дорог, на ППМИ, безусловно, они направлены на то, что вовлекались люди в процесс. Это тоже общественная деятельность. Даже если ты ради себя здесь работаешь, ты всё равно думаешь ещё и о соседей, как будут жить другие. О каких серьёзных вот таких вещах говорилось на форуме? Потому что невозможно же представить себе резолюцию, где было бы написано, что две с лишним тысячи участников говорят, сделайте людей более счастливыми в этой стране. Дайте им поучаствовать в общественной деятельности. Вы знаете, я бы не стал акцентировать на каких-то таких, может быть, конкретных тезицах, потому что мне очень понравилась размышлительность самого форума. То есть там не была нацеленность на то, что действительно, сделайте нас счастливыми, сделайте то и делайте это. Он был достаточно философичен, то есть основан в размышлениях. И, на мой взгляд, это самое ценное, что есть в этом форуме. Потому что размышления в таком массовом порядке, причём не последних людей в стране, оно говорит о том, что есть запрос на мысль, есть запрос на то, чтобы выйти за этот порочный круг калчности экономики только и, собственно, какой-то там внешней политики. Потому что здесь, конечно, вот те проекты, про которые вы говорите, они играют очень существенную роль в том, что власть, как ни странно, на мой взгляд, она видит и слышит запрос на децентрализацию, запрос на то, что люди хотят принимать решения какие-то, чувствовать себя влияющими на свою жизнь, на своё будущее не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения своего места жизни и так далее. И поэтому вот это развитие проектов, связанных с инициативным бюджетированием, с комфортной городской средой, оно будет развиваться, и тут вопросов вообще как бы никаких абсолютно не поднималось. В большей степени звучали вопросы о том, как это делать. Как сделать так, чтобы власть это услышала, чтобы власть это не просто делала для галочки, потому что, когда делают для галочки, это всегда превращается в некое доверие, они рождаются в этих отношениях. Эти слова доверие тоже звучало практически так же часто, как и счастье, потому что тут оно из того же, наверное, порядка. Вопрос, насколько общероссийский гражданский форум действительно значим, насколько его слышат власти на самом верху? В прошлом году ключевой темой форума была дискуссия Собянина и Кудрина по агломерациям. За этот год случилось, собственно говоря, то, что была принята стратегия пространственного развития, в которой обозначены 14 основных территорий, которые так или иначе связаны с крупнейшими агломерациями России. И мы видим, что, видимо, тема, которая затрагивается на форуме, те, которые общественные запросы формируются на них, они так или иначе слышатся властью и принимают какие-то определенные решения. На сегодняшний день я не вижу никаких решений, кроме как стать более человечным, что ли, в политике, более, скажем так, честным и открытым в позиции действий чиновников, более, ну что ли, то есть не быть чиновником самим в себе. То есть не то, чтобы власть была ради власти, а чтобы власть была именно для тех, кто, собственно говоря, является источником этой власти для народа. Но для этого необходимо об этом говорить, об этом показывать, рассказывать случаи определенные. И, ну, вот, по крайней мере, вся повестка, которая новостная идет в последнее время, ну, я про телеграмму в основном, вот, она в очень большой степени как раз вот про то, о чем мы сейчас с вами говорим. Она в очень большой степени про доверие, про открытость, про то, что нужно честно говорить что-то, ну, прямо без всяких там завуалированностей. И, собственно, это делать. Другого-то никто не просит. Ань, вот мы же всегда с тобой то же самое говорим, когда спикеров зовем в эфир. Конечно. Говорите просто как есть, честно и открыто. Да, у меня вот такой вопрос. Я нигде не вижу информации, не могу ее найти, даже не уверена, что она есть, и кто-то подсчитывал. Среди участников форума вот эти две с лишним тысячи человек, да, как много хотя бы, ну, приблизительно в процентном соотношении было людей, которые так или иначе имеют отношение к власти? Вот именно среди участников, не среди спикеров. Кто-то замерял это? Там были министры, залы министров были, то есть по сферовой технологии. Низовой уровень, вот из регионов, там были представители власти региональной? Из нашего не было регионов? Нет, из Кировского, из Кировского, мы уже поняли. А, другие меня же не интересуют. Понятно, нет, ну, в общем, никто не замерял пока. А это на самом деле очень важный показатель. То есть можно, конечно, декларировать, как-то передать вот это все там наверх или вниз, и, не знаю, там транслировать. Но если люди не видели этой атмосферы и не погружались в нее, мне кажется, они просто не поймут. Потому что это для чиновников нерационально. Потому что у нас на сегодняшний день вся культура нацелена на освоение бюджета, на четкое исполнение полномочий. Таких социальных исследований, связанных там, насколько жители Кировской области счастливее своих соседей, не проводится. И на самом деле это не является как раз неким критерием оценки эффективности действия власти. Про это, кстати, и говорилось по большому счету. Потому что если бы это оценивалось, немножко власть бы по-другому формировала свою культуру. То есть она бы по-другому, собственно говоря, формировала все связи, все выстраивание диалога с обществом. Хотя я должен сказать, что по Кировской области я чувствую, что у нас мы достаточно сильны в этом. То есть у нас многие чиновники не то что боятся, а они даже общественников делят на то, что вот эти общественники нормально, с ними можно конструктивно разговаривать. Это наши общественники, а это не наши общественники. Нет, а эти, собственно, они, ну, скорее городские сумасшедшие, нежели общественники, собственно, и к ним так и относятся. А сама власть тоже запрос имеет на конструктив, потому что для них тоже важна борьба с маразмами. Борьба с маразмами, которая установлена там законами, установлены этими закрыванием глаз или там... Аня, такая история. Власть, она говорит, ты общественник, а что ты сделал для общества? Потому что есть люди, которые называют себя общественниками, и за ними есть проекты, за ними есть люди, за ними есть движение и развитие, а есть люди, которые называют себя общественниками только в силу того, что они пишут критические публикации, а сами ничего не делают. В общем, и критические публикации деструктивного плана, не конструктивного. понимая, что критика ради критики. Свет, я просто личный опыт имею, он давний такой достаточно, и он не связан с Кировом, что удивительно, он связан с Москвой, вот эти маленькие московские, маленький уровень власти, это управа московского района, когда они отказывают журналисту в интервью на основании того, что газета написала какие-то критические замечания, значит, вот о происходящем, мы не будем давать вам интервью, потому что вы про нас гадости пишете, они говорят, ну ладно, окей. Кстати, я к этому, что могут делить общественников. Представители московских управ я видел, то есть они были на форуме. Но в Москве, я думаю, что за последние 10-15 лет, конечно, сильно все изменилось, и в плане диалога власти и общества тоже. Ну, он, скажем так, технологичен, но он есть, и, по крайней мере, осознается его ценность на самом высшем уровне. То есть, и, соответственно, как вот уж это решается там технически, это другой вопрос, отдельная дискуссия. Но, по крайней мере, первый шаг в том, что, как это сказать, мы прошли стадию отрицания, есть стадия признания того, что это действительно так, и это может быть так, это есть. Преживаемся на полторы минуты у нас рекламы, и постараемся связаться с Анатолием Курбатовым, Виталием Брамом, который прямо сейчас находится на семинарах Зимней школы Университета Комитета Гражданских Инициатив. Напоминаю, что именно этот комитет, основанный господином Кудриным, является основным организатором общероссийского гражданского форума. Продолжаем разговор. Мы говорим о... практически мы говорим о формировании гражданского общества. Мы оцениваем, где мы сейчас находимся, насколько мы население или мы граждане, насколько мы российская нация или индивидуальности. Мы говорим о том, действительно ли прибавляет счастье, когда каждый человек думает не только о себе, но и о своих соседях, о своих друзьях, родственниках, сослуживцах и прочее. Делает ли это человек счастливее, когда он сам дарит счастье этим людям? И что делает вообще нашу жизнь более комфортной, более счастливой? Вот на самом деле зимняя школа Комитета Гражданских Инициатив, на которой я тоже мне посчастливилась побывать в прошлом году, она вся была направлена тоже на развитие городов, на урбанистику, на благоустройство, на смыслы, которые закладываются в городской среде. И мы этому... я считаю, что мы очень с большой пользой провели текущий год, Миш, потому что после зимней школы мы сделали очень много. К нам приезжал Ивау Ахаси, с которым мы познакомились на зимней школе, это японский специалист, и он здесь выступал перед самыми высшими чиновниками, они весь год его вспоминали. Мы сформировали группу «Киров меняется» при администрации, и проекты, которые там находятся, они действуют, они работают. И я считаю, что к нам приезжали урбанисты из больших городов, и мы провели великолепный, я считаю, на пятерку первый Кировский урбанистический форум. И вот там, конечно, на финальной встрече было видно, насколько людям важно, что их внутри даже в течение форума, даже те люди, которые никогда не участвовали в проектах городских, но были вовлечены практиками, да, два дня ходили по местам, там описывали Лёльченко, описывали нашу там пешеходную улицу и полупешеходную, и овраги засора, и обсуждали всё с специалистами. Был такой мощный подъём, люди говорили спасибо, они изменили своё мнение. Ну вот и сейчас на зимней школе находятся Анатолий Курбатов и Виталий Брам. Анатолий с нами на связи, правильно? Должен быть, Анатолий, добрый день. Да, Толя, вот вы вчера уже начали... Добрый день. Да, добрый день, мы тебя хорошо слышим. А ты нас как слышишь, скажи? Хорошо. Ага, мы вчера уже... Я знаю, что вчера уже начались сессии в зимней школе, скажи, пожалуйста, чему она в этом году посвящена, и какие твои первые впечатления? Посвящена в урбанизм, впечатление, да, после... Нет, у нас плохая связь. Она у нас как-то... Связь плохая. Попытайся, пожалуйста, переместиться, переместиться в пространстве, потому что ты пропадаешь. Куда-нибудь поближе к окошечку, например. Первый день лекции был посвящен по сургументам. То есть то, что нас ждет в ближайшем будущем, там, в ближайшем, 20-30 лет, сравнивали на развитие, что мы можем предложить мировому обществу. Толя, очень плохо слышно. Толя, прости, пожалуйста. Очень плохо слышно. Давай еще третий попытаемся попытку сделать. Как-то там шагни вправо, шагни влево. Редактор наш Владимир Сметанин пишет мне, что сейчас попробует Виталий Абрамовна перенабрать, может быть, там от оператора зависит на другой телефон. Сейчас попытаемся. Так, мы тебя услышали только, что вы обсуждали постурбанизм. Алло. Все, все, отключился Анатолий. Мы переключаемся, да? Да, мы переключаемся на другой телефон. Есть другой телефон. Алло. Нет, пока нет. Пока нет. Еще пытаемся. Мы отключили. Ну, ты смотрел, Миша, программу зимней школы, да? Постурбанизм и что нас ждет через 10-20 лет. Это очень странно слышать. Потому что люди, мне кажется. Потому что мы привыкли не задуматься, чтобы через 10-20 лет. Нас отучили от этого абсолютно. Мы решаем сиюминутные задачи и программы. Но одновременно мы всегда требуем, например, от власти, чтобы они нам предоставили стратегию развития. Потому что каждый человек хочет знать, что его ждет впереди, к чему он идет, куда он идет и какими средствами. Так ведь? Все правильно. И на самом деле, ну, приведу пример. Самая крутая книжка, которую я видел на Non-Fiction фестивале, это книжка «Городостроительство» 47-го года выпуска. Она стоила 15 тысяч рублей, мне предложили. То есть я про то, что это нужно уметь делать в власти. Это целая наука. И про это, на самом деле, ребята сейчас и слушают. Мы сейчас попробуем. Вторую попытку сделаем. Анатолий Курбатов должен нас слышать. Анатолий, добрый день еще раз. Да, я слушаю. О, отлично. Отлично. Продолжение. Вчера лекции были посвящены постурбанизму. Это то, что нас ждет после вот этой вспышки интереса на данный момент к урбанистике. Нам рассказывали, что мы можем предложить миру сейчас и в ближайшем будущем, и что нас ждет. Ну, на самом деле, все очень печально. Мы ничего не можем предложить миру. Мы не конкурентны практически в никаких средах. И пока у нас нет ни уникального продукта, у нас нет ни технологии, у нас нет ничего. У нас довольно вот это население. И мы действительно как бы... Нет проектов, которые заинтересуют цивилизованный мир. И вот в этом плане все. И куда нам идти, чтобы исправить ситуацию? Вот вам вчера рассказывали целый день. И куда же нам идти, Толя? Тут даже в Кирилле ничего нет. Надо брать лучшие практики мировые. Пытаться их как-то подстраивать под наши территории, под наши запросы. Но на самом деле, какого-то конкретного решения нет. Надо просто пытаться. Потому что сейчас мы действительно проиграем конкуренцию по всем фронтам. К чему этот проигрыш, то состояние, в котором мы сейчас находимся, к чему он нас ведет, если мы не будем предпринимать попытки изменить ситуацию? Ну, в принципе, у нас дальше уже никуда не ведет. Мы, в принципе, находимся на дне, если брать по всем показателям. То есть мы можем только оттолкнуться и пройти вверх. Хуже не будет. Так. Еще у меня вопросы о спикерах, которых ты вчера увидел. Я понимаю, что еще целое несколько дней занятий. Но, тем не менее, насколько ты считаешь, глубоко люди знают вопрос, заинтересованы и полезны для тебя лично, как для городского активиста? Ну, прямо сейчас мы слушаем лекцию человека, который получил образование по урбанистике еще в 85-м году в США. И, соответственно, всю эту тему он глубоко уже больше 30 лет изучает. И огромное количество выводов и решений. И, собственно, я вам все расскажу. Это россиянин? Да, Анатолий. Уровень спикеров высочайший. Анатолий, я прошу прощения, это россиянин или это иностранец? Это россиянин. Это россиянин. Это важно. Так. А коллеги, которые с тобой там находятся сейчас из других регионов? Кто это? Ну, тут специально абсолютно все регионы, кроме Комсомольска-на-Море. Не доехали. Да, больше 200 человек. И в итоге абсолютно из всех регионов России есть люди. Спасибо. Передай телефон, пожалуйста, Виталию Брамову. Виталий, он там рядом находится, да. Алло. Виталий, привет. Очень приятно тебя слышать. Спасибо за хорошую связь с твоего телефона. Да, точно. Вот ты слышал, что говорил сейчас Толя. Мы спросили в конце, кем представлены, собственно говоря, слушатели. Он сказал, что практически вся Россия. Естественно, я уверена, вы вчера уже успели пообщаться с коллегами. И сегодня между лекциями вы тоже общаетесь. Какое на тебя произвело впечатление? Произвели впечатление эти люди? О чем вы говорили? Завязались ли контакты? Слушай, ну здесь порядка десятки регионов представлено, которые приехали, которые что-либо делают. Какие-то проекты в области ломанистики, вроде бы в области социальных проектов. Чем-то похожие на нас, чем-то не похожие. Со многими мы знакомы. То есть достаточно много лет уже ведем деятельность и ведем диалог между регионами. Поэтому встретимся в старых знакомых, которые приезжали в Киров на различные мероприятия, в том числе. Контакты, конечно, есть. То ли, что депрессивное такое состояние, то, что мы отстаем, конечно, это так, но я думаю, что не все потеряно. И как раз-таки глобальная такая рефлексия на эту тему, она важна. Потому что смысл и ценности – это, наверное, важные вещи. Потому что действовать локально, мысли глобально – это важный аспект. Не стоит про вторую часть забывать, куда идем, к чему стремимся. Вот хороший вопрос. Здесь кажется, что я про это. Хороший вопрос. Аня задавала Михаилу Шевелеву, который с нами здесь в студии. Миша привет. Да, Миша привет. Были ли на общероссийском гражданском форуме чиновники из Кировской области? Похоже, что не были. Скажи, а на зимней школе, мы-то знаем, что там нет кировских чиновников. А есть ли люди, которые работают в структурах власти из других регионов? Слушайте, вот вчера видел мужичка, который был какой-то зам главы администрации, какого-то города. Было несколько депутатов из одного из регионов, не вспомню сейчас из какого. То есть есть? В основном это гражданские. Есть, но достаточно мало на самом деле. В основном это именно гражданские активисты, общественные деятели и так далее, которые пытаются из этого сектора как-то повлиять на ситуацию, устроить какую-то дискуссию. Потому что важна дискуссия, а дискуссия влияет в нашем мире даже более сильно, чем какие-то демократические условно-выборы, потому что они могут быть фактически в любой части мира. А именно сама по себе дискуссия и общественная дислексия, она позволяет влиять на те решения власти в том числе, которые принимаются, и пути развития чего-либо то-либо. Виталий, мы вас ждем. Мы говорим про тему агломерации. О, это важно, да. То есть их развитие, вообще, в принципе, как оно происходит в картинке мира, в картинке... Припаси, пожалуйста, эти рассказы до следующей недели, когда вы вернетесь, и мы вас, конечно же, сразу зовем в эту студию для того, чтобы вы ключевые моменты, которые вынесли с этой школы, нам описали, может быть, даже уже какие-то мысли родятся из школы. Читайте, читайте, телеграм-канал Брам.ру. Давай, Брам.ру, телеграм-канал. Ты там все стенографируешь и свои мысли тоже пишешь. Брам.ру, мы тебя популяризируем. Да, но в студии мы все-таки ждем, потому что не у всех наших слушателей есть телеграм. Спасибо большое. Спасибо. Советую тема становительных. Да, спасибо. Но на самом деле у зимней школы КГИ тоже есть сайт, и там есть интернет-трансляции, и там будут записи этих историй. Точно так же, как у общероссийского гражданского форума, тоже записи основных сессий есть, и можно посмотреть и послушать, о чем говорят люди. Вообще активнее используйте интернет и вот такие трансляции, потому что, находясь далеко, не имея возможности выехать по разным причинам, времени или денег, вы можете через интернет слушать, смотреть и даже дискутировать, вступать в дискуссию с людьми. Мы благодарим наших гостей сегодняшних, благодарим Толю Курбату, Виталия Брама и Мишу, конечно, Шевелеву, который здесь сидит и улыбается, и видно, что у него уровень счастья. Зашкаливает. Но мы со Светланой не прощаемся, мы вернемся в начале следующего часа, и я напоминаю, что в гостях у нас будет Максим Михайлов, руководитель региональной службы по тарифам и будем говорить о тарифе на вывоз твердых коммунальных отходов.